Здравствуйте! Это «Итоги недели». Говорим о главном за минувшие 7 дней. И вот о чем расскажем сегодня. Исполин уже грезит Арктика. И ледокол «Урал-3» – детище проекта 22220 на Балтийском заводе. Снаружи мощь, внутри комфорт. Когда забьется атомное сердце ледокола? Вставай и плати. Зона платных парковок в Петербурге охватит весь центр и выйдет за его пределы. Как далеко? И поедет ли без пробок общественный транспорт? Спорт-отмена. Политика теперь быстрее, выше, сильнее. Как отменяют россиян в спорте высоких достижений? Уроки истории и новейшие примеры. Возможен ли новый старт и для кого? Фанаты грядок и теплиц. Петербуржцы меняют город на области, начинают борьбу за урожай. Как стартовал дачный сезон и что садоводы хотят получить в его финале? Новая туристская география. Наводнят ли Петербург гости из Китая? Ждать ли наплыва соотечественников на берегах Невы? И куда поехать самим? Маршруты. Лето 20-22. Ну и начнем с почти семейной истории. Правда, речь пойдет о семье ледоколов, которая продолжает прирастать на Балтийском заводе. Проект 22-220. Давно на слуху. И сейчас наши корабелы завершают строительство третьего судна серии ледокола «Урал». Этот исполин тоже отправится в Арктику, чтобы обеспечивать круглогодичный проход судов по все в морпути. Интересно, что «Урал» уже отчеканен в золоте. Центробанк выпустил монету с его изображением номиналом 200 рублей и тиражом всего 500 штук. Атомоходы этой серии и сами штучные. Самые большие и мощные в мире. «Урал» еще в строительных лесах, но очень скоро его атомное сердце забьется. Когда, знает Евгений Соловьев. Самые могучие из ныне существующих судов ледового класса. В проекте 22-220 пять близнецов. И «Урал» в этом семействе единственный мальчик. Старшие сестры Арктика и Сибирь уже работают. Младшие Якутия и Чукотка еще в яслях, то есть на стапелях. Родители-судостроители на плоды трудов своих нарадоваться не могут. Вы знаете, как говорят, что старших детей труднее всего воспитывать. Именно процесс воспитания, взросления первых двух заказов был... Ну, Арктика, понятно, что была головная первая, было действительно с ней трудно. А на Сибири мы уже показали более внушительный и крутой результат. Когда на Арктике длились испытания около трех месяцев, на Сибири месяц. И здесь мы будем выдерживать тоже заданные сроки. И за месяц, я думаю, что «Урал» тоже мы зададим. Имеется в виду срок окончания швартовных испытаний, в рамках которых должна быть завершена установка, запуск и проверка работоспособности всех основных узлов. Если говорить о зачислении «Урала» в атомную флотилию, заказчики предлагают ориентироваться на октябрь. Сейчас ледокол в лесах, и это создает обманчивое ощущение, что до финиша еще не близко. На самом деле на объекте высокая степень готовности. Кроме того, одновременно над заказом работают полторы тысячи человек. Изнутри он сейчас напоминает новый дом, в каждой квартире которого идет косметический ремонт. Уже вырисовываются внутренние помещения, судно, и активно идет отделка. Вот это, к примеру, каюта капитана. Видно, что стены обшиваются панелями, а вот здесь конференц-зал, или правильнее будет сказать салон, где капитан может проводить совещание с членами команды. Более того, капитан может даже принимать ужин, не покидая своей каюты. Ужин капитану доставят на лифте. Через вот эту шахту. Комфортное судне, которое будет работать в самых негостеприимных широтах планеты, дело первостепенное. Огромная часть внутренних пространств отведена по цели далекие от научной работы, но косвенно влияющие на ее качество. Например, спортивные залы и бассейны. К слову, экипаж этого гиганта всего 75 человек. Это объясняется крайне высоким уровнем автоматизации управления судном и его надежностью. На сегодня на планете нет ни одной потенциальной угрозы, которая могла бы вывести из строя механизмы ледокола проекта 22-220, так, чтобы потребовалось его ремонтировать на воде. Машинное отделение одно из самых просторных помещений на судне. На глазок метров 20, высотой в 4 яруса. Здесь парогенераторы, газовые турбины. А вот за той переборкой ядерный реактор, сердце ледокола. И буквально через 5 дней это сердце начнет биться. Пуск ядерного реактора – часть швартовных испытаний. Одновременно рутинный и очень волнительный момент. Это одна из основных операций именно на атомном ледоколе. Потому что подключение механизмов, турбин и так далее. Это все, скажем так, такой более простой процесс. А все-таки запуск ядерного реактора, да, фактически мы запускаем его сердце. Петербуржцы спешат успокоить физический запуск ядерного реактора ни на один. Микрозиверт не изменит традиционный фон города. К слову, в отсеках атомного ледокола он даже ниже, чем на Дворцовой площади. Проверено. К тому же после завершения швартовных испытаний у причальной стенки Балтийского завода надо освобождать место для других ледоколов проекта. Поэтому Урал уйдет туда, где его уже ждут – Сибирь и Арктика. Когда третий из близнецов присоединится к своим сестрам в арктических широтах, у России будет самая мощная ледокольная флотилия на Северноморском пути. Уже сейчас в этих водах до самого полюса для нас не осталось недоступных мест для навигации. Более того, всем, кто хочет круглый год пользоваться преимуществами самого короткого транспортного коридора с востока на запад, в этих условиях крайне невыгодно ссориться с единственной страной мира, которая поведет по этому пути только своих друзей-партнеров. Евгений Соловьев, Иван Попов, Дмитрий Кальяса, Родригес, Александр Макаренко, Юлия Копралова. Итоги недели. Телеканал «Санкт-Петербург». В Петербурге могут отменить масочный режим. Александр Беглов направил к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с просьбой снять это ограничение. Пока же все действующие противоковидные меры в городе продлены до 15 июня. За последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 40,5%. Сейчас для лечения больных COVID-19 развернуто полторы тысячи коек в семи стационарах. Александр Беглов сегодня побывал в Московском районе. В ходе традиционного субботнего объезда губернатор осмотрел новые социальные объекты в строящемся жилом комплексе «Галактика». Это детский сад на 220 мест с бассейном. Как отметил губернатор, застройщик выполнил перед городом все обязательства. Детсад будет сдан в эксплуатацию осенью одновременно с жилыми домами. На Малой Митрофаневской улице тоже в начале осени откроется педиатрическое отделение 35-й поликлиники. Кроме участковых врачей, там будут принимать невролог и ортопед. Также в офисе оборудуют процедурный кабинет. Побывал губернатор и в школе 703. Ее сдали на полгода раньше срока, поэтому занятия начались с 1 сентября 2021 года. Александр Беглов подчеркнул, что это одна из самых современных оснащенных школ в Петербурге. Оборудование позволяет проводить уроки в интерактивном формате. В школе есть лаборатории, где можно в формате 3D изучать химию и физику. Для этого есть VR-шлемы. Есть 3D-сканеры, 3D-принтеры и еще много чего полезного, что делает необычайно увлекательным и эффективным учебный процесс. Александр Беглов дал поручение помочь школе приобрести оборудование для новых лабораторий, которые позволят 703-й школе стать полноправным участником проекта Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Что еще было в недельной рабочей повестке губернатора, подробнее расскажет Лидия Вельба. В детской больнице Святой Марии Магдалина открылся долгожданный лечебно-диагностический комплекс. Проектирование и подготовка к строительству начались еще в 2010-м, но из-за высоких требований к соблюдению градостроительных норм в историческом центре работы затянулись. Их ускорили по требованию губернатора. И вот результат. На 5000 квадратных метров разместили несколько отделений – нефрологическое, кардиологическое, ревматологическое и аллергологическое. Корпус рассчитан на 160 коек, принять может до 26 тысяч пациентов в год. Но главное – это одно из немногих клинических учреждений, где детей амбулаторно наблюдают после пересадки почки или печени. Это большой подарок, который сделали строители для наших детишек. И сделали его всего-навсего за два года. С учетом того, что эти годы были пандемийные. Но тем не менее, под руководством главного врача больницы и с совестью, с ответственностью, они смогли сделать такой подарок для наших детей. Недельная повестка губернатора во многом была посвящена интересам детей. Школы и детские сады решили сделать просторнее. На совещании правительства пересмотрели параметры для новых социальных объектов. Так, до 8 тысяч квадратных метров будет увеличена площадь детского сада в ручьях. А на Дунайском проспекте построят сад площадью 4,5 тысячи квадратов вместо двух. Уточнили и размеры зданий, которые возводят в Парголово. Все это нужно, чтобы привести образовательные учреждения к современным нормам и вместить на территории бассейны, спорткомплекс, соляные пещеры и лаборатории. В среду в Смольном наградили 16 многодетных петербургских семей за заслуги в воспитании и вручили денежные премии. Знак первой степени получила семья Егоровых. В ней 10 детей. Надо любить детей, надо прислушиваться к ним, прислушиваться к их желаниям. Надо смотреть, к чему стремятся дети. Не надо пытаться гнуть свою какую-то линию. Поэтому необходимо все-таки в каждом ребенке видеть индивидуальность. Несмотря на сложные экономические условия, в которых оказался Петербург, все обязательства перед многодетными родителями будут выполнены, пообещал губернатор. В городе 50 тысяч таких семей, а детей в них воспитывается в три раза больше. Вы знаете о всех тех льготах, которые многодетным семьям получены. И от федерации, и от нашего города. Поэтому дальше будем заботиться о вас. А вы показывайте пример. Чем будет, что будет детишек, тем лучше. Потому что самые большие инвестиции – это инвестиции в будущее. В пятницу окончательно решили судьбу земельного участка на Васильевском острове, который ранее занимал гаражный кооператив «Маяк». Там построят школу на полторы тысячи мест. В феврале губернатор принял решение продлить владельцам гаражей срок для освобождения территории. До 15 мая, чтобы они успели вывезти имущество. К настоящему моменту инвестор выкупил более 500 металлических боксов. Всего же на территории их почти две тысячи. Собственники пяти сотен гаражей пока не установлены. Хотя всем положена денежная компенсация. Заброшенные гаражи ждет демонтаж. Остальное или вывезено, или уже определена судьба, и владельцы с ними распрощались. То есть получили компенсацию. Скорее всего, на следующей неделе, опять же, по решению губернатора, мы готовы и наводить порядок, и вывозить имущество. На уходящей неделе губернатор принял участие в заседании призывной комиссии Петербурга. Перед городом стоит задача выполнить установленную генеральным штабом вооруженных сил норму весеннего призыва. Александр Беглов еще раз подчеркнул, срочники не будут направляться в Украину. Весенний призыв на военную службу проводится с 1 апреля по 15 июля. На основании указа президента России. Лидия Вельба, Дмитрий Павлов. Итоги недели. Телеканал. Санкт-Петербург. Состояние городской экономики в условиях санкционного давления. Власти уже внедряют ряд инструментов, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым условиям. Это и налоговые послабления, и льготные кредиты, и вето на всевозможные административные проверки. Особое внимание к производителям, которые готовы импортозамещать в самых разных сферах. Экономика ждет от них результатов уже сейчас. Более того, есть проекты, которые просто нельзя останавливать. Например, ремонт биржевого моста. Кто и что импортозамещает там, знает Александр Одинцов. Не только импортозаместили, но и нарастили производство. Петербургские предприятия в условиях новой экономической реальности, кажется, миновали. Период адаптации металлургии, машиностроения, производства химикатов и пищпром. Для них, для всех, вызов и ограничения, конечно, стресс. Но и выходить из, казалось бы, кризисов многим не привыкать. Характерный звук в производственном комплексе номер один Абуховского завода – это финишная прямая обработки металла алмазными брусками. Работа здесь не останавливалась и не остановится сейчас. Тем более, что тут производят специальные агрегаты, основы для механизма разводки биржевого моста. Гидроцилиндры массой больше трех тонн, рабочее давление 250 атмосфер – это лишь часть характеристик новых деталей. Специальной подготовки не требовалось, потому что изделия подобного типа мы производим в рамках серийных государственных контрактов. Потребовалась дополнительная оснастка для проведения испытаний на прочность. Гидравлическая установка заменит на биржевом мосту механический привод. Всего таких цилиндров будет 8,5, уже изготовили. Смонтировать на переправе все обещают уже в середине лета. Проследить за состоянием моста, провести разведку месторождения, а также найти незаконные постройки смогут дроны петербургского геоскана. Самолетного и мультироторного типа «Пташки» на пульте управления – разработка от и до локальная. Это фрагмент их, можно сказать, показательного выступления. В небо над северной столицей взмыли 2198 квадрокоптеров. Конструкция и электроника, и программное обеспечение – это все наша разработка. Например, литье из пластика, вот эти детали, которые вы видите на квадрокоптере, это сделано в России, в Санкт-Петербурге. То есть мы сотрудничаем с коллегами, у которых есть такое производство. Монтаж электроники происходит в России, сборка финальная в любом случае у нас. Свои беспилотники они запускали на экспорт в два десятка стран по всему миру. Правда, теперь, говорят, придется переориентироваться на Азию и страны таможенного союза. Готовы и к большему, а цели перед собой ставят и вовсе космические. Мы занялись Купсатами, это микроспутники. И в этом году мы рассчитываем на то, что первый наш аппарат полетит на орбиту. Не остановились сами и помогают оставаться в строю другим предприятиям «Неохим». Уже 15 лет выпускают химикаты для ведущих отраслей промышленности. За это время они научились принимать экономические вызовы. Например, в первый же месяц пандемии наладили выпуск антисептиков для обработки рук и различных поверхностей. В рынке B2C были основные игроки ранее, западные компании. Но нам удалось вытяните и стать номером один по поставкам антисептиков и огнезащиты. Кроме промышленной химии, компания выпускает средства для защиты дерева и камня. Сегодня они есть во всех строительных магазинах страны, а также в Белоруссии и Казахстане. Сырье в основном отечественное что-то привозят из Индии и Китая. Закрытые бизнес-границы их только подстегнули развивать новые направления. Теперь тут знают, из чего делать отечественные жидкие гвозди и смолу для асфальта. С точки зрения расширения клиентской базы для нас, конечно же, это огромный плюс. Потому что помимо того, что мы разрабатываем для них рецептуры, мы можем предложить им уже готовый продукт, который у нас есть. А петербургские пекари готовы заменить иностранные снеки. Невскую сушку без преувеличения знают по всей стране. На сегодняшний день у нас есть практически со всеми федеральными сетями федеральные контракты. То есть у нас можно купить практически во всей Российской Федерации. Возможно, на Дальнем Востоке чуть сложнее, но тем не менее до Урала это точно везде. Традиционный вкус, отработанный годами технологии. Правда, и тут новые горизонты. Запускают сушку со вкусом чеснока, бекона и помидоров. Быть может, и они станут новым фирменным угощением из северной столицы. Многие предприятия сейчас не просто научились выживать в условиях санкций, но и поняли, что развитие в этих обстоятельствах тоже возможно. Александр Одинцов, Александр Лоскутов. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Центр Петербурга в ближней перспективе почти полностью будет охвачен платными парковками. Зону расширяют. Сейчас обустроено 8 тысяч мест, а к концу года появится еще 20 тысяч. Это больше 250 улиц. Городские власти планомерно реализуют идею о приоритете общественного транспорта. В идеале автобусы и троллейбусы не будут стоять в пробках, а автолюбителям станет просто невыгодно ездить в центр на машине. Когда заметим перемены и далеко ли за пределы центра уйдут границы платных парковочных зон, подробности знает Максим Лебедев. Разгрузить центр города от автомобилей, ускорить движение машин экстренных служб и общественного транспорта, чтобы достичь их цели, в Петербурге планомерно вводят систему платных парковок. В декабре зона таких стоянок заняла 99 улиц центрального района. К концу года эта цифра существенно изменится. Будет введена платная парковка полностью на территории центрального Адмиралтейского округа. Мы запускаем первые 56 улиц в центральном районе с 1 июля, с 1 сентября еще 56 улиц в центральном районе. И 153 улицы мы запустим 1 ноября этого года в Адмиралтейском районе. После масштабного расширения платная зона распространится на 364 городские улицы. К концу этого года парковочное пространство будет включать в себя около 30 тысяч мест для машин. Но и это еще не все. В следующем году зона платной парковки станет еще в два раза больше. Практически полностью она охватит Васильевский остров и Петроградскую сторону. Число участков для авто, за которые потребуют плату, оценивают в те же 30 тысяч мест. В последствии зону платных парковок распространят и за пределы центра. Частично она займет территории на Выборгской стороне, у Финляндского вокзала и на Московском проспекте. Кто-то, особенно, кстати, те, кто проживает в зоне платной парковки, воспринимает это как позитивный момент. Потому что, в принципе, они получают возможность относительно недорого, там, по-моему, 1800 рублей в год, парковать свои транспортные средства на уличной дорожной сети. После введения зоны платной парковки на детекторах отмечалось сокращение трафика на 30%. И вот это главное, для чего вводятся как раз платные парковки. Для того, чтобы сократить интенсивность движения, использование личного транспорта и создать таким образом скрытое, но преимущество, в том числе и для пассажирского транспорта. Вместе с новыми паркингами появятся и новые паркоматы. Кстати, свежая техника будет полностью отечественного производства. Ранее использовали шведские системы. Аппараты, которые устанавливали в прошлые годы, собираются обновить. Частично те паркоматы, которые были установлены в пилотной зоне, где вот 3000 парковочных мест, улица Некрасова, Фонтанка, мы планируем их модернизировать в этом году. Для того, чтобы не покупать новые, мы планируем поменять начинку, поменять какие-то узлы в этих паркоматах, чтобы они продолжили работать. И все же основной упор сейчас делают на цифровые способы оплаты. Петербургские водители, как правило, пользуются электронным приложением. С помощью интернета можно ознакомиться и со схемами расположения платных зон. Их разместили на сайте городского центра управления парковками. Максим Лебедев, Егор Орлов, Елена Баранова, телеканал Санкт-Петербург. Больше полумиллиона туристов за майские праздники. Петербург неплохо начал первый после пандемии сезон. По оценкам экспертов рынка, так и будет. Да, без наплыва иностранных гостей, но наши соотечественники вполне их заместят. На майские к нам ринулись в основном из Москвы и Подмосковья, из прилегающих областей центра России, но были путешественники из городов Урала и Сибири. Традиционные экскурсионные маршруты в городе на Неве по-прежнему вне конкуренции. Однако Петербург готов предложить туристам и другие неочевидные локации. Кстати, горожанам может быть не безинтересно. Впрочем, последние сейчас поглядывают за пределы города. О доступной нам географии лета 20-22 расскажет Мария Марченко. Тот, кто в городе впервые, конечно, хочет побывать в Эрмитаже, русском музее на колоннаде Исаакиевского собора, увидеть янтарную комнату и фонтаны Петергофа. Но современный Петербург – это еще и креативные пространства, арт-кластеры, лахта-центр и газпром-арена. Все эти точки притяжения – новая туристская география, которую в этом году путешественникам предлагает Комитет по развитию туризма. Санкт-Петербург разный, но со своей особой атмосферой, которая превращается в разные программы досуга. Сходил в музей, потом выпил чашечку кофе, посмотрел на стрелку Васильевского острова на берегу Невы. Зашел в модный гастробар, попробовал какие-то новые продукты, новые блюда. Сел на кораблик, все в Кабельпорт или в Новую Голландию отправился погулять, посмотреть. Москвичи Тенгиз и Ксения в последний раз приезжали в Петербург еще школьниками. Сейчас показывают северную столицу своей дочери Ане. Нравится, что тут спокойно, очень красивая архитектура, много воды. Как-то душа отдыхает в этом городе. По сравнению с Москвой очень много неба. Специалисты отрасли давно поняли, какой-то один вид туризма, например, деловой или событийный, Петербургу не подходит. Наш город слишком многогранен. Но и туристы в последнее время стали более требовательными. Те, кто уже посмотрел на классические достопримечательности, хотят эксклюзива. В тренде необычные экскурсии по доходным домам, коммунальным квартирам и особнякам, закрытым для широкого посещения. Они хотят именно погружения эмоционально-исторического. И, например, у меня это зимой был тур, когда девушка заказала экскурсию лихие 90-е ее молодости по Петербургу. Развитие внутреннего туризма в условиях санкций – одно из приоритетных направлений. Сейчас идет перестройка регулярных авиарейсов, которые выполнялись за границу, на чартерные направления. Благодаря этому доступнее должны стать Бурятия, Камчатка и Сахалин, которые до этого отпугивали ценами на билеты. По-прежнему популярны южные курорты. А тем, кто не хочет просто лежать на пляже, предлагают экскурсионные туры в Чечню и в Дагестан. Очень много говорят о том, что это страшно, и вас там убьют, грубо говоря, украдут. Нет, это на самом деле не так. В Дагестане и в Чечне на самом деле мы очень радушные люди. Это нам кажется, что там прям негатив какой-то. Нет, на самом деле не так. Мы посещали в плане рекламных туров и Дагестан, и Чечню. Но везде было радушие, везде был высочайший уровень сервиса. И я думаю, что они стремятся к тому, чтобы туризм у них тоже процветал. Лидирующим направлением летнего отдыха за границей остается Турция. Эта страна предлагает высокий сервис за адекватные деньги. Правда, специалисты все-таки советуют лететь на отдых с проверенным туроператором. В случае внезапной отмены рейсов путешественникам гарантировано возвращение на родину. Список надежных компаний есть на сайте Ростуризма. В Петербург приедут не только россияне, хотя они составят основной поток, но и граждане стран СНГ, Индии и Арабских Эмиратов. В этом году ждут 5 миллионов гостей. Задача сделать так, чтобы путешественники не просто хорошо отдохнули, но и захотели вернуться. И у Петербурга для этого есть все возможности. Всемирно известные достопримечательности, интересные культурные события и, конечно, высокий сервис индустрии гостеприимства. Мария Марченко, Наталья Шорникова, Юлия Копралова. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Спортивные отмены. Петербург ведет отсчет большим международным событиям, которые в нашем городе уже не состоятся. Такой же перечень отмен есть теперь и у каждого отечественного спортсмена. Их личный список неучастия, как, например, нашей национальной сборной в чемпионате мира по хоккею. Правила диктует политика. Сюжет совсем не новый, разыгранный много раз и на разных аренах в 20 веке. Современный сценарий, конечно, отличается. Но есть параллели. Чему учит история и, возможно ли, новый старт? Об этом в репортаже Александра Буренина. Финал Лиги Чемпионов 2022 года не пройдет в Санкт-Петербурге. Это решение было одним из первых в цепочке спортивных санкций. Вообще, спорт и мировая политика в той или иной мере пересекаются постоянно. Так в том же футболе некоторые национальные сборные или клубы из некоторых стран не пересекаются друг с другом в избежании конфликтов и скандалов. Но порой происходят и прецедентные случаи. Так было в 2019 году, когда полузащитник лондонского арсенала Генрих Мхитарян из Армении не поехал на финал Лиги Европы, который должен был пройти в Баку. И вроде бы официально ему этого никто не запрещал и по дипломатическим каналам даже обещали поспособствовать, но лондонцы просто решили не рисковать. Кстати, тот финал они проиграли Челси, проиграли разгромно. И во многом это тоже связывали с отсутствием ключевого на тот момент футболиста. Павел Васильев, болельщик «Зенита» 24 февраля, был на выездной игре с испанским «Бетисом». Тот матч стал последним для российских клубов на европейской арене. Конечно, как фанаты мы, наверное, надеемся всегда на победу. Хотелось, естественно, победить. И матч на самом деле был хороший. То есть, как это звучит, конечно, достойный вылет. Ну, это глупо, но хорошо играли. И да, конечно, уже понимали, что, наверное, нас дальше не пустят. Ну, либо будет UEFA что-то решать. Уже через день стало понятно, что и в случае победы клуб бы дальше не пустили. А сам Павел после той игры поменял билеты. И успел вернуться последним рейсом, который пролетел по привычному маршруту. Затем их стали отменять. Некоторые фанаты возвращались из Испании через Сербию, Турцию и Амстердам чуть ли не неделю. А это аэропорт Пулково, 11 мая. Боксер Дмитрий Бивол вернулся со счетом, точнее, с чемпионским поясом из Лас-Вегаса, одолев мексиканца Канелло. Говорит, старался не обращать внимания ни на что, думая только о боксе. Получилось. Зал принял, как бы, это, и никто не возмущался, ничего. То есть, они, как бы, поздравляли. Многие мексиканцы потом сжали руку, говорили, теперь у меня появился новый, любимый боксер, еще один. Этот бой многие предлагали отменить, не допустив Дмитрия в ринг. Но крупнейшие боксерские федерации – это действительно про бизнес и имидж, а не про политику. 20 тысяч зрителей, битком в Лас-Вегасе, все билеты проданы, права на трансляцию через стриминговые каналы проданы. Поэтому руководители этой вот компании стриминговой, в частности, сам Эдди Хирн, они спросили этих умников, вот, ты заплатишь неустойки? Нет, я не заплачу. Поэтому бой состоялся, конечно. Удалив с европейской арены командные виды спорта от футбола до флорбола, в индивидуальных состязаниях отечественным спортсменам сохранили право на спорт. Громче всех выступила ассоциация теннисистов-профессионалов. Они грозят легендарному английскому имбулдону – снятием рейтинговых очков за недопуск Даниила Медведева и компании. Вполне понятно, что на кону опять экономика на самом деле. И это такая большая экономика, что она позволяет теннисной федерации на самом деле забывать в том числе и о политике. И я почему-то подозреваю, что вот именно теннису это даже может и сойти с рук. До 2022 года самым громким политическим жестом в истории спорта был бойкот Олимпиады-80 в Москве капиталистическими странами. И наш ответ Чемберлену – пропуск игр 1984 года Советским Союзом и странами соцлагеря. Но эти демарши готовились заранее и не были сюрпризами. На спортивных результатах это тоже сказалось. Тяжелая атлетика сегодняшней молодежи, сложно поверить, те годы была безумно популярна. Естественно, возглавляли там все советские, болгарские спортсмены. На Олимпиаде, еще мне запомнилось, в 1984 в тяжелом весе, самая престижная весовая категория, победила австралиец. Классическая австралийская фамилия Лукин, видимо эмигрант из Советского Союза. Результат показал ниже норму мастера спорта нашей страны. Вот такое тоже бывало. Представители некоторых стран, бойкотировавших игры, все-таки приехали в Советский Союз тогда самостоятельно. Великий гонщик Никки Лауда оплатил поездку своей землячке Элизабет Тойрер. И она взяла золото. Вообще, спустя 40 лет удивляешься пересечением судеб. Ведь также на Олимпиаде в Москве золото и серебро взял британец Себастьян Коу. Ныне президент Международной Федерации легкой атлетики. В 80-м году он сам выбрал спорт, не желая терять золотую мечту. А сегодня ратуют за полное исключение российских спортсменов из всех соревнований. Такой вот локальный пример двойных стандартов, которые сегодня действуют уже в международном масштабе. Александр Буренин, Александр Аксенов, Дмитрий Баландин, Александр Борисов. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Это «Итоги недели». Мы продолжаем. И вот что покажем по второй части нашего выпуска. Фанаты грядок и теплец. Петербуржцы меняют город на область и начинают борьбу за урожай. Как стартовал дачный сезон и что садоводы хотят получить в его финале. Корюшка хорошо пошла и в царской ухе, и просто жареной у стен Петропавловской крепости. Фестиваль любимой петербургской рыбки. Сколько тонн свежей корюшки ушло на угощение. Циклон теряет силу над северной столицей. Какое потепление нас ждет и надолго ли? Подробный прогноз погоды в конце выпуска. Петербуржцы на прошедших длинных выходных открыли дачный сезон. Не путать с шашлычным, ведь для бывалых дачников это пора по-настоящему трудовая. На свои шесть соток ежегодно уезжает 2,5 миллиона горожан. Есть даже цифры, что за сезон на участках дачники из Петербурга выращивают примерно 500 тонн плодов и овощей. Петербургские власти уже несколько лет развивают в области так называемую дачную медицину. То есть открывают в крупных садоводствах медпункты. Сейчас их 42, и еще 9 появятся в самое ближайшее время. Работают они обычно с мая по сентябрь. Говорят, дачников можно разделить на два лагеря. Первые это те, кто рассматривает домик за городом исключительно как место отдыха, а вот вторые настоящие фанаты грядок и теплиц. В Ленобласти они умудряются выращивать даже виноград. С теми, кому под силу дачные подвиги познакомился Александр Громов. На календаре май, а значит самое время, как следует гнуть спины, полоть, копать и окучивать на дачных электричках уезжают тысячи горожан. И неважно, у кого какая профессия. С этого момента все они земледельцы и точно знают, как извести зловредных жуков или выпистывать самые капризные растения. Обреченно глядя вдаль, Андрей Конников сторожит рассаду. Вскоре вздыхает мужчина, ему предстоит несколько дней активного труда. Ничего в рассаде не понимаю. Откуда это у вас? Жена везет. А, жена везет? А вы? Я, а я как мул, тащу. К причудам неугомонной супруги петербуржец относится с пониманием, констатируя, впрочем, старания жены, как правило, сизифа в труд. Ну там почва плохая, куда там что-то сажать? Вызреет, не вызреет. Крот сожрет, белка унесет. Благоухая духами и томатной рассадой, на дачу собралась Светлана Фоменко. Несмотря на свой внешний вид, уверяет дама, она не чужда лопате и тяпке. А я должна, что, одеть особое? Чепчик на голову, наверное, да? Нет, там я буду дачницей. Я не люблю помидоры, муж любит помидоры. А я люблю сажать огурцы, вот где прелесть. Когда снимаешь такой маленький, и сразу в рот. В воздухе пахнет кострами, тут и там стучат молотки. Дачный поселок оживает после зимней спячки. Как говорят, движение – это жизнь. Труд облагораживает человека. Поэтому надо трудиться. Деловито, кружась над грядками, неутомимая Анна Кузнецова открывает юбилейный 35-й дачный сезон. У меня цветов очень много, ассортимент очень большой. Я как-то на досуге посчитала, у меня около 70 видов всяких цветов. А еще ягоды, яблоки, огурцы и томаты. То и дело, меняя грядки, пенсионерка усердно кланяется каждому ростку. Я поработаю часа два, поработаю, потом иду чайку попить, отдохнуть, может даже и полежать когда, ну а потом опять труба зовет. На этот раз в теплицу. Тут в тропической жаре уже появляются первые гроздья петербургского винограда. Темный, да темный, и вот вкус Изабеллы, если вы знаете Изабеллу вкус. Ну не знаю, Изабелла ли это, может другой какой-то, может это Лидия, они тоже там чем-то похожи. На соседней грядке в буйный рост пошли спасительные сидираты. Это такие травы, которые как бы оздоравливают почву. Вот, здесь и овес, здесь и гречиха. Потом это все убирается, копается, здесь огурчики, а там будут у меня перчики. Больше всего хлопот доставляют дачницы капризные томаты. Растения требуют, чтобы их буквально носили на руках. Наверное, с мамыми детьми так не нянчатся, как я. Это нужно, а это еще и не всю же ее сегодня вынесло, потому что солнца нет, думаю, мало ли. Вот, а так я вот раз пять на тачке бывает, что вожу ее на тачке, бывает вручную. Сегодня вручную перетаскивала. Вот, а вечером где-то часик, а в семь уже в восемь я уже ее домой потащу. Зато выращенного за лето хватит на весь год, на протяжении которого, уверяют дачники, их мозолистые руки будут отчаянно скучать по граблям и лопатам. Самый ответственный момент, когда почка начинает разрастаться, начинает выкидывать листочки. Так трогательно офицер в отставке Сергей Олейник рассказывает о розах. Кусты он бережно открывает солнцу, чтобы горячие лучи не обожгли молодые побеги. Еще растут ирисы очень интересные, красивые, тюльпаны, флоксы. В общем, получается очень интересный ансамбль. Рядом с розами зона медитации. В зарослях Ели и Туй бывший моряк отдыхает от трудов сухопутных. Огурцов получается где-то порядка 80-100 килограмм. То есть этого вполне достаточно. Вот, четыре куста кабачков, три яблони, несколько слив. И в период хорошего лета получается весьма такой приличный урожай. Но пока признаются дачники, об отдыхе думать рано. Именно от работы на первые майские дни зависит, сколько банок с вареньем и соленьем они закатают на предстоящий год. Александр Громов, Наталья Шорникова, Анатолий Юхнин и Анатолий Рябинко. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Теперь о других заметных событиях этой недели короткой строкой в нашем обзоре. В воскресенье в Петербурге завершается отопительный сезон. Решение о прекращении регулярного теплоснабжения принято в связи с повышением температуры воздуха. Продолжительность отопительного сезона зависит исключительно от погоды. Больше пяти суток в Петербурге воздух прогревался выше 8 градусов. Синоптики также дают положительный прогноз. В этом сезоне батареи и квартиры петербуржцев грели 244 дня. Трамвайную линию по маршруту Купчино-Шушар и Славянка начнут строить летом. Инвестор новой ветки закончил разработку проектной документации. Строить линию будут в два этапа силами полутора тысяч специалистов. Всего проложат 21 километр путей, построят 4 путепровода и 3 моста. На маршруте запустят 22 современных трамвайных вагона. В Петербурге началась подготовка к 17-му международному книжному салону. Он пройдет на Дворцовой площади. Там устанавливают шатры и монтируют сцену около Александровской колонны. Участие в книжном салоне для издательств в этом году бесплатное. Такое решение приняли в правительстве города, чтобы поддержать издателей в непростой экономической ситуации. Салон откроется 19 мая и продлится 4 дня. Сотрудники сочинского МЧС спасли петербуржца, который на хребте Айбга провалился под снег на глубину около 3 метров, а затем упал в ручей. 41-летний мужчина хотел сделать селфи на фоне водопада, пренебрег правилами безопасности и сорвался вниз. Спасатели эвакуировали туриста и передали его медикам. В Петербурге с понедельника неделя чистых фасадов. Ее объявила Государственная административно-техническая инспекция. ГАТИ проверит нежилые здания в 9 районах города. Особенно присмотрится к граффити. В ГАТИ напоминают, что не борются со стрит-артом, но призывают всех соблюдать закон. Тем более, что в Петербурге есть альтернатива для уличных художников. Свои работы они могут демонстрироваться на фасадах в виде световых инсталляций. В Петербурге уже есть десяток адресов, где установлено оборудование для брандбауэрной засветки. Почти 900 петербуржцев пострадали на минувшей неделе от укусов клещей. Из них треть — дети. 77 случаев произошли на территории города. В рейтинге самых опасных районов — Курортный, Пушкинский и Выборгский. Среди исследованных в лаборатории клещей только один оказался энцефалитным. Операция по спасению енота во Всеволожске. Три часа волонтеры пытались посадить его в переноску. Хищник, хотя и был явно испуган, сдаваться не спешил. Шустро перебирался с дерева на дерево. Но в итоге все же оказался в руках добровольцев. В природе нашего региона эти животные не водятся. Енот явно домашний. Сейчас он находится на карантине. А в Ломоносове помощь понадобилась лисенку. Он оказался в заброшенном открытом люке на 4-метровой глубине. Малыша достали специалисты кошки спас и отправили в центр реабилитации диких животных. Больше 70% петербуржцев готовы поменять специальность, если им предложат лучшие условия. Это выяснилось в ходе опроса на сервисе «Городской диалог». Он работает на сайте и в мобильном приложении «Единой карты петербуржца». При этом половина опрошенных в настоящий момент не ищет работу. И почти 60% респондентов не готовы снижать свои зарплатные ожидания даже ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. Каждый второй пользователь ЕКП рассматривает варианты подработки. У 9% она уже есть. И 21% петербуржцев в настоящий момент не ищет дополнительный заработок. У Петропавловской крепости сегодня все ели корюшку, как прошел фестиваль любимой петербургской рыбки. Расскажем после небольшой паузы. Дождитесь. А сейчас покажем, какая атмосфера царила сегодня у стен Петропавловской крепости. Там проходил ежегодный фестиваль корюшки. Праздник чисто петербургский. У него уже есть свои традиции, в основном гастрономические. Но, например, только на фестивале можно попробовать царскую уху. Хотя корюшка сегодня прекрасно шла и просто жареной. Рыбы выловили несколько тонн, чтобы приготовить угощение. И попробуй, только не попробовать. Именно с таким редакционным заданием на фестиваль отправился наш корреспондент Александр Отлагишиев. Рыбным днем по-петербургски принято считать не четверг, вопреки принятым правилам, а два выходных в мае с массовыми народными гуляниями и главным атрибутом корюшка. И вот ее как раз здесь можно отведать в любом виде. За два пандемийных года Петербург и гости города соскучились по празднику с запахом огурцов. Пляж у стен Петропавловки собрал не одну тысячу человек со всей страны. Организаторы объявили, в этом году впервые вход на гуляние бесплатный. Все соцсети пестрели этим событием, поэтому хотели посетить. У нас на Чикотке тоже есть корюшка, конечно, гораздо больше. Очень любим корюшку, поэтому не могли пропустить это знаковое событие. Повара трудятся без остановки на 50 мангалах. У каждого свой секрет, но самый популярный старый петровский рецепт – обвалять рыбу в муке с солью и обжарить на раскаленном масле. Кульминация праздничного меню – уха на выбор. Финское со сливками и плавленным сыром – царское по рецепту Алексея Меньшикова, первого генерал-губернатора Петербурга. За два десятка лет работы, рассказывают опытные повара, не готовили уху разве что из топора. Рыбаки прям приплыли сюда на большой лодке и стали доставать, скидывать рыбу. И привезли вот такую вот акулу. Я говорю, обязательно, чтобы эта акула попала у нас в наш котел. Но я думала, что она как обычная рыба, стала ее резать. И так, и так, она просто резиновая. Браво, первые пробы предоставили Петру Алексеевичу. Отведал император знатные ухи и тут же приказал. Эх, ты гормич. Да, хорошо. Кроме гастрономической части, в программу вошли выступления артистов и творческих коллективов. Отведать хрустящие корюшки и царские ухи, приготовленные в рекордных объемах, ежегодно в северную столицу приезжает до 60 тысяч человек. Однако сами петербуржцы относятся к рыбе-огурцу двояко. Много тех, кто считает ее второсортной рыбой, предпочитая видеть на столе более благородные виды – судака или карпа. Но всех истинных петербуржцев объединяет одна примета. Если в воздухе запахло огурцом, значит, пришла весна. Александр Отлагишиев, Павел Чащин, Олег Марков. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Сейчас о погоде. Чуть потеплеет на предстоящей неделе в Петербурге. Тем не менее, будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. По ночам температура от 4 до 8 градусов тепла. Днем воскресенье-понедельник 12-13 выше нуля. Вторник будет прохладным, не выше 7. И во второй половине недели снова потепление от плюс 10 в среду до 15 тепла к пятнице. У меня на сегодня все. Прямо сейчас в нашем эфире смотрите музыкальную программу «В ритме Петербурга». Повтор итогов завтра в 9 утра. Я вернусь в эту студию в следующую субботу. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok